добрый день друзья давно у нас не было видео сюжетов которые без монтажа записывались и сегодня хочу предложить посмотреть сколько от моего отеля на море это будет сегодняшняя погода видео проход к морю из боевого домера мне написали о том что мой номер находится далеко от моря все-таки кто-то отдыхать умудрялся ближе я просто реально сам не понимаю насколько надо еще ближе жить это может палатка на берегу там еще что то ну давайте сходим посмотрим где там и что там и как-то сначала достаю я из широких так сказать станет что-то наподобие где моя карточка секунды карточку хорошо что вспомнил она отсюда прикладывать и мы идем номер в котором живем засекайте сколько время идет я порадовала первый день кто-то да спал до 12 не поверите сейчас через уже дождь пойдет и все поменяется и кстати он искал температуру моего номера 26 градусов вот сейчас вышли в коридор потихонечку падает веселый лифт здесь есть какой-то типа для отпечатков пальца работает надпечаток пальца я вчера смотрю думаю для чего это напишите если кто-то знает для чего такая боли остается я немножко потеплее делся он потому что чуть-чуть стало прохладнее и хочется замерзать выход на море столовая у нас находится вот прям сюда заходим в эту дверь по карточке туда можно пройти но обедов нет ужин нет есть только завтра то есть завтрак по системе все включено шведский стол мы заходим кушаем сегодня поели не сказать что много изысков там и так далее но все очень симпатично вот он отель давайте вам покажу теперь море друзья здесь раковина можно руки помыть просто проходя мимо по набережной в сочи можете помыть руки и опачки шпикачки вот она море где у нас тут проход ну вот пароход до море здесь гуляют люди эти вот комфортно все мы на море то есть три минуты из ног до моря сейчас мы с вами покажу вам как что здесь выглядит что как мы вообще выбрали этот отель да давайте расскажу прогуливайся в прошлом году в октябре по моему были по набережной сочи было прохладно принципе ну хотя мы там тоже петровка гуляли мы увидели такую тематику здесь бассейн купались люди наслаждались сказать своим отдыхом мы на это обратили внимание решили что блин как бы классно было здесь отдохнуть сейчас покажу вот читайте 1 2 3 4 вот этот наш балкон простите что показываю пальцем в этом году мы даже не знали что здесь еще есть и баня это приехали как сказать нас по факту этот баня с 4 часов дня работает купайтесь не хочу температуру бассейне обещать 28 градусов но мы отдельно снимем видео о том сколько там будет температура потому что она даже в каждом из этих бассейнов она разная за счет объема воды и мы посмотрев на вот это чудо да как люди отдыхают были вот моря я считаю как бы могу купаться в бассейне как бы на море кстати металлоискатели ходят уже четвертого сегодня с окна наблюдаем смотрите жизнь кипит сколько людей прогуливается если вдруг поедем в сочин хотелось бы отдохнуть здесь и в итоге мы отдыхаем фламинго пока вот сказать что блин конечно хотелось бы дешевле две с половиной тысячи за номер это конечно же дорого да не сезона но друзья давайте вот так вот просто я сам себя просто убеждаю так прикидывая вот баня да она у нас там работает с 4 до 10 то есть там 100 градусов держит температуру веников нету можно как-то свои привести потому что ведро с водой стоит можно поливать конструкция бани меня очень порадовала себе такую было куда поставить если бы не мой участок с коммерческими правами было просто прекрасно допустим посчитайте баня работает 6 часов бассейн с 9 утра и до получается у нас работает до 10 тоже вечера вот посчитайте мы во всех других смотрели там отелях где более-менее там бассейна написали что доступ бассейну платный и этот доступ стоит бассейн там от 300 рублей час там какие-нибудь спа комплексе вот доступ бассейн 300 рублей в час плюс завтрак включен я сегодня на завтраке по завтракал так что я вот 12 часов дня у нас не до сих пор обедать так сказать не хочется еле ползаю это красота температура воздуха вот смотрите люди прогуливаются в легких курточках кто-то в шапках кто-то нет температура воздуха с утра было сегодня сейчас 18 и 6 градусов я с утра не мог поверить что действительно такая температура вау другую общую информацию об этом я думаю вам рассказал обязательно сделал какие-нибудь прогулочки по набережной погуляемся по записи меня просят очень сильно показать город и от моря и ванапе хватает друзья море здесь совершенно другое я вот сейчас буду впервые вам море показывать подходить берегу наслаждаться еще выскать и боя и всего остального потому что этого я еще не делал ах 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 красота по набережной по всей стоят мусорки мусорки стоят непростые отдельно для бычков и простите что заглядываю в них отдельно для мусора то есть это тоже как бы плюс города на набережных вот сейчас шторм идет как-то особо там камки ничего такого не видим о голубя поймали зачем он ей интересно полетел и обратно сел это не тут у полуручные никого не брать за поймали вот так вот развлечения правда это красота так и надо отдыхать допустим мне написали еще в комментариях я комментарии читал не могу отвечать у меня там какой-то глюк произошел читаю все что вы пищите и получается отвечает как-то с другого своего аккаунта там поэтому еще пока не отвечаю потому что ни лайки ни сердечки могу поставить я всем благодарен за то что вы написали потратили на меня частичку своего времени смотрите лавочки да но я прям в балкон надо меня это не актуально я с балкона также сижу пью чай и смотрю на море слушаю шум волн и наслаждаясь тем что там происходит в общем суть такая что приехав в адлер в октябре в октябре прошлом году как-то так получилось что мы вот глазами опрокинули место которое хотелось бы приехать если вдруг поедем и так получилось что ну вот возможность поженились свадебное путешествие и почему-то не поехать в то место которое понравилось вот один день еще даже первые сутки не прошли пока мы здесь я прогуливаюсь по набережной прогуливаюсь в олимпийке я не обману этом не успел переодеться наслаждаюсь воздухом погодой природы все очень классно все очень прекрасно мне радует растительность у нас в анапе уже все деревья практически отцвели здесь несмотря ни на что все зелено красиво папоротники там юки пальмы куча других разных деревьев которых я даже не знаю очень много людей хотя в прошлом году в октябре людей было больше мы за счет того что происходил какой-то международный фестиваль молодежи если не ошибаюсь чтобы все правильно назвать и людей было в разы больше просто толпами ходили хотя же конечно людей поменьше будет но они есть все живет нет такого знаете как на знать и вообще ничего не работал я стою маяк мне писали о том что отдыхали здесь вот тоже в комментариях вот вам показывают маяк вот ведь он не функционирует закрыта пока не здесь туда дальше мы вчера сходили в столовую честно в столовой в той нам не понравилось там прямо на набережной хотя вроде бы ценник приемлемо тот же борщ стоит 60 рублей не знаю вот вчера не хотелось ничего снимать устали хотелось отдыхать немножко и от своей так сказать работы по блогингу в общем отдыхали как могли как они пролетают смотрите а летят они вот там новые подкормления начались и все полетели голуби туда и тут можно прийти даже развлечения себя покормить птичек в анабе в принципе это тоже можно сделать прийти на какой-нибудь волнорез посмотреть на брызги моря да и тепло то есть если вы видели меня что я в анапе уже в шапке куча одежды здесь другой совершенно климат такое бы что стихия кстати там оказаться просто завернет и не заметят и это мы только находимся в курортной части которая как бы уже тоже не сезон уже тоже как больше не работает людей уже тоже практически нету поставили любимую свою наверх и можно смотреть по сторонам и как бы должно все замереть но у них здесь я так скажу то что не сезон и не работает здесь большущее количество людей у нас вот в пансионате в котором мы отдыхаем фламинго вот по крайней мере та сторона мы вчера смотрели там два номера не горела только все остальное практически везде было занято я удивился я думал мы приедем там ну может еще одна семья и все нет друзья приехал очень много людей отдыхают и по такой самой цене проживают ну что бассейн вот честно оказалось ух какие волны решающим в данной ситуации для выбора места отдыха и вот у меня спрашивают а что не переедете сюда жить но для меня допустим да у меня есть любимый берег а летом я ни за что не поменяю наши лучшие песчаные пляжи витязева на какие-либо другие но лето идет три месяца друзья все остальное время у нас зима зимний период когда нет ни людей там никого а вот мои же подписчики пишут что в начале октября здесь было плюс 25 они отдыхали ловили удовольствие и так далее и тому подобное было все хорошо прекрасно в начале октября уже людей практически не было в анапе там в общем вот для тех людей которые выбирают себе место для пмж если у вас есть выбор выбора возможность выбора и есть возможность выбрать там адлер сочи не раздумаетесь ну тут еще другой вариант что вам должен подходить влажный климат я вчера из бассейна достал трусы высушиться то положил и честно они высохли все отлично на балконе то есть я бы не сказал что прям такая вот сильная влажность летом наверное же больше будет на может ветром просто продувает ветер кстати поднялся вчера вообще его практически не было сегодня все таки появился я надеялся что море успокоится и получится в нем немножечко искупаться но пока время показывает что вряд ли у меня такое удовольствие будет ну да ладно давайте попробуем замерить как-нибудь температуру воды где-нибудь выбрать место чтоб меня не обдала я очень много уже наговорил я нахожусь реально восхищение от того места где нахожусь я принципе везде вижу скрытую красоту потенциал это да вот эта волна не дай бог ей оказаться еще раз показать 18 и 6 температура воздуха и говорят в анапе сегодня тоже тепло но стеной идет дождь здесь же обещают дождь через пару часов посмотрим как будет в адлере будем надеяться конечно что нас пронесет да и давайте я заткнусь пускай говорит море наливайте ваши любимые напитки друзья запасайтесь хорошим настроением и смотрим на мужские настоящие волны да как оно должно быть когда же нельзя вот честно я не скажу что нельзя искупаться я покупался и я хочу попросить я видел что меня смотрят люди которые из адлера писали комментарии вам огромное спасибо за комментарий напишите пожалуйста где у вас вообще купаются моржи ну хотя тут это не моржевальня моржи мне кажется это 10 и ниже температура но все равно где вас купаются в такую погоду может у вас тоже есть какие-то пляжи на которых не так сильно выражены волны даже когда на основных пляжах адлера штормить я в дом за это благодарен и жду вас комментария а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...